Как узнать, когда открывать? Самым лучшим индикатором в этом случае является смородина. Начинает почечка тихонько набухать, начинаем открывать виноград. Ну, открываем так, убираем, допустим, укровной материал, да, а поликарбонат остается еще на 2-3 недельки закрытым. То есть мы там создаем парничок. Ну, вот видим, что состояние лозы, в общем-то, идеальное. Она сухая, чистая. Он перезимовал, ну, можно сказать, на отлично. На 4 с плюсом, а может даже на 5. Если даже сейчас вот морозы какие-то небольшие, да, он и в открытом состоянии, для него не страшно. 8-10 градусов он перенесет свободно, потому что он еще спит. Сейчас проветрит, да. Проветрит, если бы, ну, где-то вы видите плесень, вот у меня открывал, допустим, там, да, старый куст на старом корневище, да, ну, есть там белый налет. Буквально 2 часа солнышка, все исчезло. Ну, можно побаловать перекись у водорода. Прямо, как она есть, бутылочка перекиси. Пробрызгал, все, она исчезнет. Ну, если хороший день, пусть он денек постоит на солнышке. Просушили, снова закрыли, но материал уже не, это самое, не закрываем. То есть мы ложим крышки и делаем там тепличку. И он так лежит 2-3 недельки. Распустится почка, пойдут росточки, ничего там страшного. Ну, будем подвязывать, 1-2 обломим, это не страшно. Вот первую подкормку начинать можно тогда, когда уже начинают распускаться листики. Ну, пятый лист пойдет там, четвертый, пятый листик пойдет. Ну, тут вот азотосодержащий можно подкормить, можно не кормить. Смотря какое состояние винограда. Если у него лоза хорошая, допустим, с развития яиц, ему хватает питания. Влаги сейчас в земле предостаточно. То есть никакие поливы ему не нужны. Азотом можно побаловать, улучшить стартовое состояние. А так, первую подкормку я делаю тогда, когда уже начинает вот после цветения появляется зависть, ну, такая горошинку ягодка. Вот тогда я начинаю кормить. До этого, в принципе, я его не кормлю. Химию я вообще стараюсь не использовать. Вот эти вот, особенно, вот эти купоросы, железный купорос, да? Медный, медный вообще можно, в крайнем случае. Железный, я считаю, он вообще ничего не дает. Кроме того, как он задерживает распускание почки, да? Ну, убьет он эту плесень, которая появится. Не такой большой эффект. Но он задерживает распускание почки на неделю, на две. Для нас это вообще губительно. Для нас, наоборот, чем раньше он стартанет, тем больше промежуток остается. Поэтому, вот я уже, я говорю, 20 лет, да? Химию я практически, ну, может быть, раз, может, два использовал. Вот когда появлялся Аидим, у меня там кусочек был. И все. В основном все зависит от агротехники. Есть проветривание винограда, болячек не будет, не нужна и химия. Продолжение следует...